В Симферополе соревновались школьники со всего Крыма. Традиционный республиканский проект под названием «Веселые старты» в этот раз собрал несколько десятков учащихся. Они, как обычно, преодолевали самые разные препятствия. В этом году стимул был серьезным. Помимо медалей грамоты, это еще и путевка на всероссийский этап. Желание посоревноваться не знает границ и километража. На веселые старты в Симферополь съехались представители школ со всех регионов полуострова. Здесь только лучшие из лучших. В каждую команду ходит по 10 человек. И еще два запасных. Всего организаторы подготовили 6 испытаний. Каждое из них основано на скорости, ловкости и командном взаимодействии. Это комплексные эстафеты. Там много эстафета с обручем, комплексные эстафеты, встречные. Все это сделано по программе всероссийской. То есть это у нас республиканский этап всероссийских соревнований школьников. Если кто-то приехал в столицу по олимпийскому принципу участия, то в коллективе Евпаторийской школы номер 12 не скрывали. Если вернуться домой без победы, там не поймут. Тренировались больше месяца, по несколько дней в неделю, до начала уроков. Командные навыки отработали в городском отборе, который ребята уверенно выиграли. Очень много готовились, но вылаживались на полную. Хотели, чтобы все время выиграли. Говорили, выиграем. Все, однозначно выиграем. Такие же амбиции были и у Джан Коя, но там их делом подтвердить не смогли. Десятка лучших спортсмеров школы-гимназии номер 6 проявила недюжинное усердие. Однако в командной работе недоработок все-таки хватало. Мне не понравилось то, что делали не очень быстро. В Министерстве образования, науки и молодежи говорят, что веселые старты, по большому счету, первый турнир такого профиля, который объединяет настолько внушительное количество учащихся. Дальше будет еще больше. Мы практически взяли за основу общероссийский календарь. И у нас будут такие огромные, большие спортивно-массовые мероприятия, как президентские игры, президентские состязания. То есть у нас будут задействованы во все возраста, которые только возможны, начиная от первых, от начальной школы, средней школы, старшей школы. Поэтому таких соревнований много. По итогам соревнований первое место завоевала симферопольская команда школы номер 34. Теперь она примет участие во всероссийском отборе, который пройдет в Краснодаре в апреле-майе нынешнего года. Валерия Назирян, Андрей Трещук. Время новостей.